Глядя сегодня на достаточно спокойные воды Атлантического океана, трудно представить, что ровно год назад высота волны достигала высоты двухэтажного дома. Скорость ветра была 175 км в час. И эта разрушительная смертельная волна 29 октября 2012 года вошла в город. За несколько дней супершторм Сэнди, которому причислили первую категорию опасности по шкале ураганов Симпсона, принес в город хаос и полностью парализовал жизнь. Накануне были закрыты школы, магазины, аэропорты, приостановлен общественный транспорт. Практически весь город был отключен от электричества и погружен в темноту. Стремительная волна сносила все на своем пути, топила прибрежные районы, вырывалась в дома. Шквальный ветер срывал рекламные щиты, светофоры, с корнем вырывал деревья. Жители Бруклина, которые вовремя не эвакуировались, стали живыми свидетелями. Было очень страшно, потому что погас свет, когда погас свет, не стало видно, как быстро вода подымается. И я живу на втором этаже. И я не знала, что мне делать. То ли брать документы, бежать на 20 этаж, то ли что. Но вы знаете, что потом как-то очень быстро она ушла. Вода ушла, но оставила после себя чудовищные разрушения и жертвы. Миллионам людей пришлось покинуть свои дома. Во всех пострадавших районах были открыты пункты первой помощи. Раздавалась еда, теплые вещи и необходимые медицинские препараты. Армия США, организация ФИМА и тысячи волонтеров помогали выжить и справиться с последствиями стихийного бедствия. Обстановка в городе еще долго оставалась напряженной. Локально вспыхивали пожары, горели электропровода. В связи с закрытием нефтеперерабатывающего завода в городе была острая нехватка бензина. Очереди за ним растягивались на километры. Сегодня, спустя год, наша съемочная группа приехала вновь в один из пострадавших районов. На Брайтон-Бич вернулась жизнь. Кажется, ничего уже не напоминает об урагане Сэнди. Однако люди, которые пострадали, по-прежнему не могут до конца восстановить разрушенную инфраструктуру. Григорий Ваксман – президент одного из кооперативных домов на Брайтон-Бич. Его дом принял на себя удар стихии первым. Полностью был затоплен холл. После ухода воды уровень песка и ила достигал отметки одного метра. Забиты песком остались системы канализации, залиты водой подземные электрические коммуникации. Сегодня жители этого дома, как и многих других, интересуют, куда делись средства, выделенные на помощь пострадавшим от урагана. Деньги, которые были выделены, они неправильно расходовались. И в первую очередь не теми, кто пострадал, а теми, вот еще раз, так называемое благоустройство. Посмотрите, что здесь делается. Посмотрите, просто вырезали эти деревья. Так сделали бы что-то? Или въезд туда, надо идти по этому песку? Ведь собирают налоги, громадные деньги, миллионы долларов. Деньги действительно были выделены, и контроль за их распределением ложится на плечи местных чиновников. Безусловно, нужен контроль за средствами. И в этом смысле многое из того, что происходит, должно быть сделано настолько точным, я бы даже назвал бюрократическим путем, с тем, чтобы люди знали, куда и как израсходованы были деньги. Как обещают чиновники, контроль за средствами будет усилен. На сегодняшний день есть несколько направлений, по которым государство решает финансовый вопрос помощи пострадавшим и предотвращение угрозы будущих ураганов. Городская программа, которая называется Build and Back, позволяет частным лицам получить деньги назад за уже произведенный ремонт вашего дома. Федеральная программа, над которой работал конгрессмен Джерин Адлер с локальными политиками, выделила 50 миллионов долларов на строительство волнорезов от района Раковой в Бруклине до Seagate. Это позволит в будущем разрушить движение потоков волны и не пустить воду в город. И еще одна программа. Программа называется New York Rising Communities. И мне довелось участвовать в создании этой программы вместе с губернатором. И программа эта направлена на восстановление и предотвращение последствий будущих штормов. Потому что, конечно, все мы надеемся на то, что их никогда не будет, но факты и изменения климата говорят о другом. Ураган Сэнди в очередной раз показал, что мы бессильны перед натиском стихии. Проверил нас на прочность и на наличие человеческих качеств. Во время урагана Сэнди русские люди помогали своим американским друзьям. Американцы помогали русским. Все помогали друг другу. Ураган Сэнди вошел в десятку самых разрушительных и дорогостоящих ураганов за всю историю Америки. Юлия Райдлер, Марат Насибулин, Александр Арбит, Антон Апарин, НТВ Америка, Нью-Йорк.